Всем приветики, я хотел бы показать вам наглядную работу DSR. То же самое, только в начале. Здесь канкулятор. Вот мы послушали и слышно, что S и Z подзвенивают. Сейчас мы еще раз послушаем. То же самое, только в начале. Здесь канкулятор. Далее включим DSR. То же самое, только в начале. Здесь канкулятор. То же самое, только в начале. Здесь канкулятор. То же самое, только в начале. Здесь канкулятор. Ну, я думаю, слышно, что без DSR S и Z подзвенивают, а с DSR нет. То, ну, получше уже звучит. Мне это довольно-таки приятная штука DSR, который поправляет все искажения звука и делает их звучание более лучшим на слух. Я вот хотел показать именно разницу с DSR и без DSR. Я уже на DSR когда-то делал видео. А сейчас я тут немножко больше разобрался в этом DSR, потому что я в нем разбираюсь практически. То есть во время использования кручу здесь разные крутилки и смотрю, как это повлияет на звук. И вот обратил внимание, что раньше я показывал крутилку срез, вот это вот в реке, где мы находим тот момент, где у нас больше всего звучит. Вот Gain это же Hold показывал. С помощью них мы выставляем громкость, до куда оно будет, насколько оно будет понижать звук. А сейчас, получается, разобрался вот с Q. Не знаю, что значит Q, но получается, ну, именно что значит Q, это вроде как срез. А Q, не знаю, что значит Q, но она получается, именно как расшифровывается. Но она делает больше диапазон воздействия. То есть когда мы делаем ее ближе к нулю, она большую область захватывает. А когда мы выставляем цифры побольше, изначально, вот когда ее добавляешь по умолчанию, DSR, то там стоит 0.83, по-моему. И вот такая область захватывается, довольно-таки большая. А с помощью этой вот крутелки Q можно сделать область более точной воздействия. Я поставил на 4, на 4.50. И в итоге получается, что оно более точно воздействует на какую-то частоту, и меньше захватывает остальные частоты. И тогда звук получается не такой глухой. Потому что если захватывать, ну, большой диапазон частот, то звук будет глуховатый. А когда она захватывает именно вот в каком-то определенном месте, так вот точечно, то звук будет, ну, не так сильно частоты будут занижаться и другие. Ведь нам нужна именно определенная частота, та, которая звонкая, звенит там Z, C, вот это вот все. То, что звенит. А с L нам не нужны, поэтому более точно. Ну, тут еще нужно тоже с частотой поискать, где оно более конкретнее находится, чтобы точнее воздействовать на эту частоту. И ratio тоже еще. Когда по умолчанию добавляешь, там стоит 2.5. То даже по этому синему ползунку видно, что он такой поменьше стал. А когда мы делаем его бесконечным, то он уже становится более таким заостренным, больше вниз. К примеру, его можно прокрутить в обратную сторону, и тогда он станет вообще, ну, тоже заостренным, но будет смотреть уже вверх. И звук будет, и вверх, и частоты будут, звонки не приглушаться, а наоборот усилятся. Вот если сейчас послушать. То же самое, только в начале. И здесь конкулятор. То же самое, только в начале. И здесь конкулятор. Слышно, что наоборот, еще звонче стало. Хотя, что изменилось? Просто одну крутилочку покрутили, ну, перевернули, получается просто вот этот ползунок снизу вверх, перевернули, и все. Теперь вот стрелочка смотрит вверх. Переворачиваем вниз. И теперь уже получше будет. То же самое, только в начале. И здесь конкулятор. Но чем сильнее мы делаем ратио, тем больше он воздействует. Ну, я его максимум поставил, инф. Я так понимаю, бесконечно. И он максимально воздействует вниз, что нам и надо. То же самое, только в начале. И здесь конкулятор. Вот. И вот, получается, с этими двоя курселками я разобрался. С Q и ратио. Ратио направляет ползунок вверх-вниз, а Q делает диапазон захватываемых частот обширнее. Ну, те, которые будут понижаться. Вот. Ну, вот так все. Больше ничего не разбирался. Ну, Q out gain — это насколько станет выходной сигнал громче. Это, я думаю, так понятно. Но я его не делаю громче, как бы. Потому что если делать громче, потом в каких-то моментах оно вот может доходить до нуля здесь вот. И уже идти больше, чем нуля. И тогда звук начинает трещать. А в какие-то моменты, ну, дорожка уже большая. Где-то бывает, что оно вот... Эти вот звуковые пики, они и так вот где-то вот рядом. А где-то бывают вообще рядом. И когда делаешь выходную громкость больше, тогда оно вообще заходит за максимум, и звук начинает в тех моментах трещать. Поэтому я не усиляю просто так вот. Стараюсь более точнее так вот воздействовать. Делаю Q вот это вот не широким, а более таким тоненьким, чтобы звук был не такой глухой. Вот. Такая вот штука этот компрессор. С ним можно звук немножко поправить и сделать его в каких-то местах получше. Ну, а на этом все. Всем пока-два.